Три, два, один! Приехали после полумарафона, сразу же, я вам честно слово говорю, даже не поел, сразу же собрал вещи и в баню поехал, потому что надо восстановиться, потому что ноги гудели. В баню сходил, вроде отпустил, но в воскресенье проснулся, просто именно болят, такое ощущение, по ногам ударили. Но результат того стоил. Иван стал пятым в своей возрастной категории. Его воспитанники, напротив, никакой тяжести не чувствуют. Вместе с наставником полумарафон пробежал и 16-летний Илья Иванов. На такую дистанцию он вышел впервые и стал лучшим среди ровесников. Ну, очень тяжело мне. Под конец уже себя какывал или как-то бежал. Ну, я когда бежал, все говорил про себя, что я не устал, но все равно все хорошо. Первым к финишу в своей возрастной категории пришел и 15-летний Василий Кондратьев. Но, правда, на другой дистанции, в 4 километра. В абсолютном зачете первоуралец стал третьим, уступив только профессиональным спортсменам. Со мной бежал мастер спорта по стипл-чессу, это 3 километра с барьерами. И он от меня все-таки убежал, не получилось его выиграть. Наравне со взрослыми эту дистанцию бежали и малыши. Любитель экстремального бега Игорь Захарченко рассказывает, что 4 километра пробежали его дочка и сын. Я зарегистрировал своих маленьких детей. Сын Константин 5 лет и дочь Алиса 7 лет. Ну, и маме пришлось их сопровождать. Как потом еще оказалось, что они еще очень сильно и быстро бежали. Сам папа выдержал весь марафон 42 километра. Теперь гордый глава семьи может похвастаться целым комплектом наград. У нас уже получаются семейные медали, три медали, одна папина и две медали детей. Памятные медали получили все участники, но лучшими на марафоне Европа-Азия оказались все-таки профессионалы. Победительницей стала мастер спорта международного класса и чемпионка России по легкой атлетике Наталья Соколова. Бегунья из Санкт-Петербурга преодолела дистанцию за 2 часа 37 минут. Это марафон, все бывает, но все получилось классно. Я очень рада. С учетом 20-минутной форы она на 2 минуты опередила действующего обладателя рекорда России Юрия Чучуна из Самарской области. Победительница получила главный приз – автомобиль. Александра Поддубная, Сергей Шемет, Интера ТВ.